С пятницы на субботу, 2 часа ночи, Ломоносово, Чехово, автобус, автолайн АК, АК 691, бьет такси, курьер, водитель в реанимации, пассажир, журналист, поебает на месте. Автобус его выбил туда до сберкассы, ложится на бок. В интернете было разное обсуждение, что, как, где вышло, я не буду утверждать, как оно было, но логически я вам рассказал, что за этим стоит. На этом автобусе ехали люди в империал за водкой, за закусками, по поручению тех же руководителей, или ночников, которые работали в этом городе. Когда происходит авария, они звонят туда, те говорят, что делать, в связи с тем, что ты родственник тебе надо текать. Если бы это был простой водитель, он уже сидел. Вы должны понять. Все это быстренько маскируется только из-за того, что в этом предприятии работают бывшие работники УВД, которые являются родственниками. Это Срашевский, Хромков, Варфоломей, это все одно угло, которое там проводят. Детская автодорога. Без фамилии только, пожалуйста. Это мои расположения. Консультанты, наверное, это были их. По непроверенным данным, в автобусе ехало два, они говорят один. Самое большее, что меня в этой ситуации удивило, произошло, ну, будем так, убийство человека. И у Ваты везде молчат. Я прошел здесь один день, начал на втором этаже выступать. Смотрю местное телевидение, я начал уже в этот же день крутить репортаж, помогите розыску. Но на сегодняшний день ни у нашей легендарной, будем так говорить, ни у ВД никаких. Ну, прошла беда. Через час уже это убили, правильно? Сбежал человек с места преступления. Теперь ходят разные версии. Там даже в ютюбе некоторые шутят. Селиванов и Средниковым залезли, видеокамеры отключили, там врата взломали и так далее. Но на сегодняшний день я хотел бы взять это поручение на контроль, довести до логического конца, наказать виновных, которые убили человека на улице Ломоноса, в Береговской червы. Всех тех, которые принимают активное участие к умертвлению этого дела, тоже подтянуть к этому делу и, согласно нашего российского законодательства, довести до суда. Хорошо, вы записали. Это один вопрос. У вас есть ко мне вопросы? Приспочитаю. Нет. Приспочитаю.